Доброе утро, дорогие друзья. Вторник, недельная глава о Ваеце и немножечко о обидах. Мы утром, каждый раз читая молитву, говорим, и пусть душа моя повергается в прах пред каждым хулящей меня. Почему? В связи с чем мы это должны говорить? Яков, который описывается в этой недельной главе, он имел сотни поводов обидеться на, примерно, свою жену Лею. Наверное, он был бы прав, она его, в общем-то, обманула. Но тогда шесть колен Израиля не могли бы появиться на свет. Вот такой себе принципиальный поворотик. Зато Каббала говорит нам, что громадная сила и громадная браха получает тот, кто умеет промолчать, когда его публично позорят. Каббала говорит, что это смывает, во-первых, такое количество грехов, что если бы человек понимал, он бы искал бы, кто бы меня обидел. Во-вторых, мы сами имеем возможность, если мы сдержались во время оскорбления, благословлять кого угодно. Есть потрясающая история, я сейчас не буду этим заниматься, царя Давида, когда он бежал от своего сына в Шалома, и вышел человек, его позорил, Шиме Бенгира, и вот как это всем кончилось. Он сдержался, это опять ему помогло. Самый важный урок из всех этих историй один, какие бы разными они ни были. Абсолютно не важно, кто прав, кто виноват, по большому счету. Ведь обидевший человека только посланник. Это сверху было предписано. Другое дело, что не стоит остановиться посланником негативного самому. Это уже другой вопрос. Говорили мудрецы, что случайных событий не бывает. Даже появление волоска на человеческом теле нельзя приписать случайному стечению обстоятельств. Наоборот, он появляется или не появляется, в зависимости от того, что предписано божественной волей. Вот это вот надо понимать. Каждому из нас известны примеры того, как маленькие даже какие-то противоречия по каким-то неважным мелким вопросам перестают в какие-то немыслимые конфликты. Имеются отдельные люди, даже семьи, которые враждуют друг другом на протяжении десятилетий. А когда их спрашиваешь о этой взаимной ненности, они не могут ничего вразумительного объяснить. Или забыли уже, или причины совершенно незначительны. Однако, если раздор набрал обороты, остановить его трудно. Следствиями ссор могут быть вообще отвратительные, фатальные вещи для враждующих, для окружения, для их потомков. Мы должны об этом помнить, когда назревает ссора с каким-то ближним. Следует взвесить, является ли повод к этой ссоре более значительным в сопоставлении с возможностью последствий конфликта. Если кто не помнит, прочитайте историю, изложенную в Талмуде о Камце и Баркамце. В ней говорится о событиях, приведших к разрушению храма, который длится уже 2000 лет, только потому что два человека поссорились. Еще один рецепт мудрецов. Если мы просим Бога милосердия, или обращаемся к Нему с какой-то просьбой, то наша просьба должна быть быстрее услышана, если мы сами окажем милосердие кому-нибудь. Кому-то поможем, кого-то простим. И тем более, что вопреки, если мы реальному какому-то оскорблению, не будем отвечать на него, то какие огромные милости написаны мы можем получить от Бога. Прощают, чтобы привлекать к себе прощение. Обратное тоже имеет право на жизнь. Рафсвирский говорил, что в советском материалистической школе нас учили, что энергия не появляется ниоткуда и не уходит никуда. Иудаизм уточняет, правильно, она не уходит никуда, а возвращается бумерангом тебе по голове. Исвирский говорил, что позиции иудаизма в нашем мире практически нет наказания или вознаграждения. Есть только последствия о поступках, которые мы совершили. Представляете? Вот мы сами с вами нагородили в своей жизни чего-то, и теперь получаем только ответ. Но мы, значит, не можем своими положительными действиями изменить абсолютно все, потому что дорога, она в два конца. Когда мы сдерживаем себя, когда не даем себе сердиться на кого-то или на кого-то обидеться, не разрешаем себе чувствовать свое превосходство или смеяться над недостатками кого-то, когда мы умеем победить зависть или жадность, тогда мы становимся супергероями, настоящими духовными героями. И нас ожидает огромная духовная награда. Вот это вот надо запомнить. Еще одно выражение, я хочу закончить наш урок. Потрясающее выражение мудрецов. Прежде всего, Тора советует не нянчиться нам с обидами. Это очень важно для духовного продвижения человека. Было-было, улыбайся. Брахава Ацлаха, хорошего дня вам, самого лучшего всего. Продолжение следует...